Тасманийский тигр или тасманийский волк. Животное, увидеть которое до настоящего времени можно было только на картинке или фотографии. Эти полосатые сумчатые хищники Австралии вымерли в начале прошлого века. Однако недавно были обнаружены уникальные кинокадры, на которых запечатлен последний из известных тасманийских тигров. И теперь каждый может увидеть его живым на архивном видео. Приветствую друзья, с вами канал Эрудит и сегодня я вам расскажу, что увидели ученые на уникальных кинокадрах о тасманийском тигре, который исчез 100 лет назад. Итак, поехали! Тасманийский тигр был самым крупным из существующих сумчатых хищников. Внешне он был похож на большую собаку и по повадкам напоминал волка, за что и получил еще одно название – сумчатый волк. В длину он достигал более метра, а высоту – 60 сантиметров. А на спине у этого животного были тигриные полоски. В Австралии тилоцин – это еще одно название тасманийского тигра – вымер около 2000 лет назад, не выдержав конкуренции с Динго. Эти животные еще долгое время оставались в Тасмании, однако заселение острова европейцами ускорило исчезновение тасманийского тигра с лица земли. Обитатель за парком Бьюмарис в Хобарте, питомец по кличке Бенджамин, был последним из известных тасманийских тигров. Редкое видео представил Национальный архив кино и звука Австралии. Эти изображения не были известны общественности в течение десятилетий, пока их не обнаружили и не обнародовали исследователи, говорится в заявлении организации. Последний тасманийский тигр был запечатлен в фильме «Тасмания. Страна чудес» 1935 года. Видео снял сотрудник главного управления армии спасения Сидни Кук, который представлен как невоспетый пионер австралийского кинематографа. На кадрах запечатлено, как смотритель за парком Артур Рид и его помощник гремят в дальнем правом углу клетки, пытаясь привлечь внимание животного и добиться от него какой-то неожиданной реакции. Несмотря на то, что эта сцена в фильме смотрится очень привлекательно, известно, что Бенджамину в запарке Бьюмарис жилось не очень хорошо. Его забрали из Флорентийской долины и остаток дней он провел вдали от своей естественной среды обитания. Это долгая печальная история животного, которое когда-то было крупнейшим в мире сумчатым платоядным. Кроме того, это показывает общественный упадок, происходивший в Австралии. Известно, что Бенджамин умер от переохлаждения. Той роковой ночью случились заморозки, но у животного не было возможности уйти в укрытие. Тигр был вынужден лежать на холодном бетоне. У Бенджамина поднялась высокая температура, его начало знобить. К сожалению, Тигр так и не оправился от болезни. Он умер в 1936 году, через год после того, как его снял на кинопленку Кук. Кстати, и сам режиссер скончался буквально через несколько месяцев после Бенджамина. В Национальном музее Австралии говорится, что Бенджамин умер от подозрительной халатности. Иными словами говоря, в ту злосчастную ночь про тигра просто забыли. С тех пор тасманийский тигр считается вымершим. Он приобрел статус почти мифического животного. Когда европейские поселенцы прибыли в Австралию и Тасманию, многие из людей, заселившихся на новые земли, были фермерами, которые привезли в этот район домашний скот. Тасманийского тигра посчитали угрозой для скотоводства и их стали нещадно убивать. Еще в 1863 году известный натуралист Джон Гаулт предрекал этим животным вымирание. Он отмечал, что в связи с тем, что маленькая Тасмания заселяется все плотнее, а ее первозданные леса все больше пересекаются с дорогами от восточного побережья до западного, число этих уникальных животных будет стремительно сокращаться и очень скоро тасманийский тигр станет животным прошлого. Это пророчество сбылось. Ненавистных фермерами тасманийских тигров травили, отстреливали, на них ставили ловушки, за их поимку охотникам выдавали крупное вознаграждение. Кроме того, в начале прошлого века тасманийские тигры начали умирать от инфекционной болезни, предположительно собачьей чумы. К сожалению, правительство Австралии слишком поздно озаботилось судьбой этого вида. Его взяли под государственную защиту всего за два месяца до кончины Бенджамина. Интересно, что в прошлом веке некоторые ученые-исследователи еще долго отказывались верить в полное вымирание аттилоцина. Например, в 1984 году известный магнат Тед Тернер предложил 100 тысяч долларов за доказательство наличия тасманийского тигра на Земле. Были и другие исследования, однако в итоге это животное все-таки было официально объявлено исчезнувшим. Кстати, четыре года назад было проведено исследование, которое показало, что Бенджамин в 1930-х годах возможно не был единственным тасманийским тигром в мире. Якобы тилоцины еще встречались в 1940-х годах. Некоторые австралийцы и тасманийцы в наше время утверждают, что видели этих животных в лесах, однако документальных подтверждений у этих сообщений нет. Интересные результаты исследования опубликовали в 2017 году. Ученые подсчитали, каковы шансы того, что тасманийский тигр все еще существует. Ответы были неутешительны. Один шанс из 1,6 триллионов. Колин Карлсон из Калифорнийского университета в Беркли и его коллеги собирали данные о подтвержденных и неподтвержденных наблюдениях, начиная с 1900 года, чтобы смоделировать вероятность исчезновения тилоцинов в разные моменты времени. Их наименее оптимистичный сценарий учитывал только подтвержденные наблюдения, в то время как наиболее оптимистичный учитывал и неподтвержденные наблюдения. Наиболее оптимистичный прогноз команды говорит, что тасманийские тигры оставались в дикой природе только до конца 1950-х годов и вероятность того, что они все еще живы в 2017 году, составляла 1 к 1,6 триллиону. Одна из проблем этой модели заключается в том, что она основана исключительно на зарегистрированных наблюдениях и может быть менее приемлема к таким отдельным диким местам, как Кейп-Йорк, считает Брэндон Уинтл из Мальбургского университета в Виктории, Австралия. Его исследовательская группа разработала альтернативную модель, которая включает данные о предыдущих поисках в отдельных регионах, а также аспекты биологии и поведения животного, такие, например, как его ночная природа, что делает наблюдение менее вероятным. Однако даже эта модель позволяет сделать вывод, что это животное вымерло и последняя возможная дата исчезновения его на планете – 1983 год. К сожалению, мы тоже вынуждены опустить занавес, заключает Уинтл и тут же прибавляет, но если вдруг я окажусь неправ, то я вместе со всеми буду очень рад. Между тем, австралийские ученые не оставляют надежду клонировать тасманийского тигра, так как сохранился кусочек ткани животного, который был заспиртован в начале прошлого века. А на этом у меня все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Обязательно им делитесь и пишите комментарии. До скорого!